пока что не очень что с китаем случилось с китаем случилось коллапс пекарский порошок открыт у них была гражданская война и по итогу гражданской войны они нафиг развалились у китая иногда такое бывает не часто но бывает так то мы только что закон принят войну не выиграли что только что было с ромацевтика это хорошо что-то интересное же выскочила забыл деньги в плюсе пора строить домики чтобы строить больше домиков да это хорошо но сначала мобилизационные опции открылась пекарная теха а вот спасибо голова два уха блин у меня одно влетело в другое вылетела карск пекарский порошок спасибо пупу пум швей и гонные кубы точные инструменты китобойный флот так так пара атмосферный двигатель ст катобойни здесь у нас картошня цитрусовые сады и и давайте начнем инструменты для сбора урожая использовать сбор шерсти так 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 золото нет фирга на а это на ново вновь завоеванных территориях окей все я никак не мог понять откуда они у нас я же их не строю так так полк лесозаготовки академии искусств форные заводы бумажные инструмент мебель ткань и продукты окей так я про то что на прошлой записи игры ты не понимал как двигается ползунок главного венте так если на него тыкать ночь условия фоновым цветом выделены какие выполняешь туда и двигать нет это понятно мне непонятно здесь другое мне непонятно логика разработчиков которые по умолчанию этот ползунок привязали только к престижу и ввп и не привязали его к контролируемым здесь территориям понятно что выполняя дополнительные события которые у нас вот здесь есть то мы будем его сдвигать в нужную сторону но я не понимаю почему основными параметрами в большой игре являются престиж и ввп рынка но престиж окей хорошо согласен ввп рынка какое отношение иметь должно иметь большой игре и почему здесь нету третьей строки контроль количество контролируемых областей ну да областей во всей этой зоне вот это мне непонятно они топ как как он двигается то как он двигается да это можно здесь навести и будет подсказка это понятно можете показать механику большой игры ну вот она механика большой игры тот то на что я сейчас только что ругался да то что по умолчанию ее прогресс идет за счет престижа и ввп рынка но выполняя дополнительные у события которые у нас здесь есть протекторат над афганистаном контроль над персидской границей влияние над персией демаркация границы с китаем консолидация среднеазиатских владений мы будем ее продвигать в нужную нам сторону вот я собственно и жалуюсь что вот я иду здесь завоевываю все эти территории а мое продвижение в большой игре отсутствует пока я полностью вот персии мне нужно вот вот эти вот клочки земли у великобритании забрать и у амана хотя я уже подчинил персию но нет этого недостаточно ну как бы я считаю что понятно что это угро игровая из-за условность но неприятно когда такие вещи так это у нас с кем война моим наимене она еще не началась окей эту войну мы закончили случайная находка так только что у нас такое событие было да только этот раз не гольдштейн от датский шпион но опять-таки же нам нужен максимальный шанс принять закон так что вторая опция гляндия гляндия хочет назад к нам нет ну ладно это кто сычуань не интересно бадан тоже не интересно так здесь война началась кандагар уже в нашем рынке до протектор от экран нет аман на я думаю что ты следующий где фашистский а я я я я я не знаю кстати пока не было ман отклоняет наши требования пупу пупу пума что мы от них еще хотим аманский бей беймпур стоп а здесь что гвадар и нам здесь понадобится флот для этого балтийский флот вперед как нам строя наше строительство движется пупу 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 пум золотая лихорадка пуски май пусть все знают так с вами у нас таймер ты прошел нет нет еще 21 месяц равноправе открыто Похоже, синяя шкала это провал большой игры Ну, не сама синяя, нет Синяя шкала это просто наше влияние России Желтая шкала это влияние Великобритании Соответственно, если желтая шкала дойдет до конца То мы проиграли в великую большую игру Если синяя шкала дойдет до конца в обратную сторону То мы выиграли А что колонизация Туркмении заключила Или нет такого закона Нет, она идет, почему? Просто у нас только недавно появился закон Колонизации и вот оно идет в трех местах аж сразу Так что все в порядке Российская мечта В налете гуляет байка о шахтере Который напал на огромную жилу И стал самым богатым человеком в этом городе Курск бурлит Все начинают жить непосредством Ожидая в скором времени разбогатеть Все то, что золото не блестит О, Англия наконец-таки решила вмешаться Против Омана Англия, ну Значит Что нам нужно от Англии? Нам нужно Оманский Армундс Чау-джоу Интересно, не, но сейчас мы это требовать не будем Блин Сейчас Англия сюда пригонит свой флот И мы не сможем вторгнуться в Оман Значит нам нужно будет объявить войну еще и Микрану Так Оманский Армуз Это еще и Так, договорной Оман, да? Договорной Оман передать Завоевать Оманский Армуз Пу-пу-пу-пум Ну и добавим ерунду какую-нибудь, я не знаю Ну пускай Индия будет еще целью нашей войны Почему бы и нет Ох, ох Сейчас вообще не понимаю, как в блок государства добавлять И что-то мне кажется Сделать ачивку за третий-то Второвый человек Европы За Освана будет тяжко С новой системой Вообще черт голову сломит Как понижать автономию субъектов Ну автономию субъектов понижать на самом деле Можно То есть Нужно включать передачу знаний Снизить выплаты субъекта И освобождение от службы Таким образом будет понижаться вот этот Их желание свободы Когда оно снизилось Снижаем автономию И это повторяем два раза Но я считаю, что это абсолютно глупость Потому что Предложить передачу знаний Мы получаем штраф к распространению технологий Зачем? Снижение выплат, ладно, окей Да, мы будем от них меньше денег получать Но в принципе ничего страшного в этом нет Освобождение от службы тоже не страшно Поддержка режима Мы получаем штраф к легитимности Ну какой это, блин, извините Размен, да Променять свою легитимность На то, чтобы снизить автономию у кого-то Мне не нравится То есть вот я считаю, что вот эти вот две опции Они прям Отрицательны И из-за этого очень сильно снижается Возможности Протекторатов Ну, протекторатов Ну, снижать автономию Возможности у Начальника, да Мне не нравится Поэтому я вот здесь вот все завоевываю По этой же причине Я вот здесь буду завоевывать Потому что мне просто Не нравится эта механика теперь Я Мне очень нравилось Как она была до этого сделана Они могут Если у нас с ними хорошие взаимоотношения То они могут согласиться Если плохие То они начнут войну против нас Окей, это понятно Хорошо Я согласен Почему убрали вторую опцию теперь Не знаю Так Военные репарации англо-индийские нам нужны Блин, нам все равно нужно будет вторгаться В договорной Аман Ну Так, там еще одна война у нас закончилась Либо вторгаться там Либо вторгаться здесь Пурум-пурум-пурум Сколько у нас сейчас флота 77 Мало Мало Нам нужно будет обязательно вторгнуться в Лондон Похоже Иначе мы вряд ли здесь чего-то добьемся Пароходы Как всегда Ну Тут починил Там сломал Не в первый раз Кандагар Что ж ты хочешь, чтобы присоединиться к этой войне Передать область Тянь-Шань Кандагар Тебе не кажется, что область, которую ты хочешь получить Несколько больше твоей территории Таджикистан Либо Южный Туркестан Я думаю, что ты обойдешься без всего этого Либо обязательства Ну, не настолько мне нужна твоя помощь Чтобы я тебе что-то из этого предлагал А у меня маневры-то еще остались Да На исключение, что маневров стало больше Я уже столько всего потребовал А еще маневры остались Вот, мена рабства в Индии Да О, нет Нужно Гаяну у них сразу забрать Вообще Неплохая идея Топ, мы можем еще здесь фронт открыть Верхняя Канада Зачем отменять рабство в другой стране? Ну, это страна, которая будет нашим протекторатом Зачем мне рабство у нашего протектората? Верхняя Канада Нет, мне не хватает 17 осталось Нижняя Канада Догнал стрима Хорошо Ты как раз вовремя Сейчас будет война с Америкой Ой, с этой, с Англией Скорее, тут не дочинил Построил новый балкон внутрь Сам был Ну, тоже вариант Так, а они к нам какие-то требования выдвинули? Персидский армуз И Махамейра Махамера Я рабство отменяю только Когда забираю кого-то к себе Потому что Моих протекторатов Рабство не нужно Оно будет тормозить развитие экономики Если Просто как цель войны Отменяно рабство То я ее не использую Только если я забираю К себе в протекторат Без Х2 тяжело с тебя смотреть Да Да Я такой Так Второй фронт Второй фронт Чуть не упустили Так Меймени Сейчас война закончится уже Здесь мы готовы Я считаю, что мы готовы к этой войне Что у нас все должно получиться На капскую колонию Нам не хватит? Нет Битанские военные репарации А есть унижения? Ааа Не хватает Мне кажется Или там справа Сверху от персии У тебя какой-то фронт На 5 дивизий врага Нет Это Часть войны Которая сейчас уже закончится Добрый день У вас очень красивый И приятный голос Никогда не будет В сфере Нет Первый раз такое слышу Спасибо, конечно Но нет Но в телевизоре Несколько раз бывал Так что Всякое возможно Окей Все Эта война закончилась Бросить Производственные методы Глоты и прииски Иссякли На Камчатке Там совсем нет людей Мы не можем Их просто отпустить Ну Вот они сюда Свои войска Пригнали Так А мы начнем Свои войска Двигать Нет Пока еще Наверное Рано их двигать Да Потому что у них здесь И флот И армия Нам надо Чтобы они Что-то отсюда Убрали Либо флот Либо армию Либо и то и другое Так Телепортировать Этих ребят У Балтика Нет Ты оставайся Если вдруг Они захотят Морское вторжение Нам организовать Вот этими Вот войсками Например Сомнительные связи Минус 2 К одобрению Интеллигентов Ок Все Мы защищаем Наш От вторжения Налетчики На кавказский Конвой снабжения Пусть затянут Пояса Да У нас тут Еще этот клочок Земли Остался Незавоеванный Ну что ж Война начинается Вот она Первая Реальная проверка Наших сил Отменить Все торговые пути Это у нас С торговлей Кстати С рынком С нашим Закупаем Все Где только можем Чтоб покрыть Дефициты Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам Железо Я даже не смотрю С кем эти торговые пути Как если они выгодные То мы их делаем Упс Бюрократию Всю потратили У нас есть В очереди Бюрократия Ну окей Ладно Ты Ты Разворачивайся Ты Отходи сюда Так На этих фронтах Нам кстати Лучше бы Перейти к обороне Они будут Об нас Самоубиваться И мы Совсем Будем Не против Так 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 За этими Следим Чтобы они На нас Не устроили Вторжение Микрану Да Хотел Войну Бить Но Подождем Если у меня получится Вторжение В Лондон То Нам это Вообще Будет не нужно Так Флот Свой Они отвели Окей Организовываем Вторжение Куда здесь Получается Самое близкое Мидландс Подтвердить Нет Мидландс Будет Прикрыт О Ё-моё Они тут Поменяли Стратегические Регионы Или я Чё-то Так Стоп Ещё раз А Во Фу Блин Так Нам нужно Вторгаться В Лоулендс А не В Мидландс Потому что Мидландс У них Прикрыта Армия Микрану Я хотел Объявить Войну Чтобы Вот эти Клочки Захватить Но Пока что У меня Нет В этом Необходимости Если Мы Захватим Лондон Здесь Их войска Отвлекаются На нас А мы Тем временем Вторгаемся Сюда Тайная Полиция Принята Вторжение А это моё В Лоулендс Окей Успешное Морское Вторжение Так Законы Интересно Мы сможем Теократии Дойти до Конца Игры Или нам Всё-таки Придётся Сменить Крестьянское Хозяйство Окей Это не Радикализирует Дворян На данный Момент Уровень Грамотности Растёт От законов И благосостояния От уровней Института И от Благосостояния Да Но ты же Не только Англию Валишь Цели Атамана Испеешь Занять Если Англия Выйдет Из войны То С Аманом Я справлюсь Без проблем Поэтому Аман Меня интересует Меньше Сейчас Чем Англия Так Вроде Больше Вопросов Не было Давайте Крестьянское Хозяйство Попробуем Принять И Где Там Эта Армия Ещё Одна Мобилизовать Отправить Сюда А ты Сюда Так И Влот Иди Топи Конвои У нас было Плюс Там 12 Что ли Или даже Меньше А теперь Уже Плюс 45 Они Нас Продавливают Кстати Интересно Вот Они Отозвали О Их Флот Идёт Сюда Тогда Мы Движемся Вперёд Мы Воевать С их Флотом Своим Флотом Мы Не Собираемся Английский Флот На данный Момент Сильнее Нашего Поэтому Мы Его Используем Для Отвлечения Внимания Мексико Ухудшить Отношения Пытается Уйгурское Отделение Так А теперь Нам нужно Вот этот Флот Развернуть И Отправить И отправить Сюда Да Ё-моё Чё у них С флотом Что это Тут За движения Такие Быстрые Только Я думаю Что они Отсюда Ушли Они Уже Здесь Опять Офигеть Лондон Теперь Идет Морское Вторжение В лондон Отсюда А Нет Это Он сюда Идет Окей А то Я уж подумал Что в лондон Вдруг оттуда стали заходить ну давай давай с с мы успели высадиться в лондон в домашнее графство извиняюсь лично отлично у ё-моё тут они продвигают фронт но тоже пора нам переходить более активным действием и на этом фронте ска таки плюс к таки уровню боевому духу вероятность убийства ты не идешь сюда и тогда переместись вот на этот фронт мы попытаемся здесь обойти хорошо да осталось удержать это точно но для удержания нас может быть маловато сил пока они с этого фронта ушли да здесь покажет второй фронт чист мы успеем здесь пройти сзади будет очень хорошо лот флот нужно отсюда убрать чтобы не сражаться этим фронтом плотом здесь отделение произошло фиг по с ним давай продвигайся уже от меня вот это раздражает всегда когда в англии пытаешься воевать никого нету но армия продвигается еле-еле-еле-еле во всех парадоксовских играх тут а crusader kings тут вообще не знаю столько блин этих графств пока все захватишь блин графств или баронский банк там самая маленькая территория называется вот и здесь у нас теперь все хорошо так ты нападаешь я надеюсь разговор за чашкой копия за стеклом крестьянское хозяйство стал самой популярной темой для разговоров в кофейнях впоследствии роман небогатов заявила готовностью выступить против группы интеллигенты чтобы поспособствовать его принятию мы рады пересмотру взглядов либо интеллигенты могут попытаться отыграться обоих случаях мы получим плюс пять процентов к шансу принять закон в принципе особой разницы для нас нет но давайте первую опцию мексика обращается с просьбой получить контроль над своим рынком если мы дадим им контроль над своим рынком россия улучшает отношение с мексикой на 10 уменьшает желание свободы на 30 россия при отказе увеличивают желание свободы на 10 текущее значение 90 то есть они достигнут 100 и что начнут войну за революцию войну за свободу за независимость в обычной ситуации я бы сказал да и пофигу но у нас тут сейчас такая война которая от которой нам отвлекаться нежелательно да алексей давай удачи потом смотри в этом запись ну давайте посмотрим заодно и узнаем что произойдет отказать торговых путей прервалось кей так у нас университета начинают строится нам нужны правительственные ведомства блин опять они у нас есть где-то в конце очереди вот надо начало очереди и заодно приватизация так серо но не золото железо так что тут с нашими фронтами маленькая армия вот давай-ка ты от уже на этот фронт идешь идешь равные бои наверное лучше отправить сюда в помощь защитную армию нашу новая африка хочет контроль над своим рынком отказать россия я подумал у нас с турцией какие-то терки не пугайте меня так так и это атакующая армия тоже должна перейти в атаку нужно наконец вот это вот захватить территорию а где мой флот 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 отправиться сюда защищать то низкая мораль мы с низкий боевой дух соединить снабжение составляет 0 процентов офигеть нас нет снабжения нас нет конвоев наверное поэтому они свой рынок запросили что у нас нет конвоев ну да вот у них тут три флота стоят и топят наши конвои как бы что я могу с этим поделать у меня один флот этот не сказать что шибко большой кстати наверное именно поэтому торговые пути теперь отменяются что конвоев не хватает это кстати правильная механика очень хорошо отлично так идем 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 и восстание их бы с ним теперь берем отсюда крымскую армию и начинаем морское вторжение у них тут и тут и тут флот есть ну окей давайте вам ман начнем вторжение о нет 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 не вам давай выходи оттуда отменить и морское вторжение мы начинаем так как тут регионы стратегические распределены англо-индийская ариса индия у них не прикрытая индия так столица же у них вот здесь да столицу они прикрывают четырех батальонной армии но если мы вторгнемся рядом твой мы эту армию выбьем а какой реванш я еще не проиграл у меня как бы не было задачи захватить англию у меня задача вот здесь наши вопросы решить поэтому пока что все у нас в порядке рассмотрение астейская губерния вероятно примут предложение повысить автономию персия мохомер но они могут и принять но я им не дам такого предложения во франции очередная революция а кто на этот раз победит ну армии кстати у них примерно одинаковые и они очень маленькие а куда вся армия французская делась геть франция осталась без армии так ну что вторжение идет испания поддерживает францию так отлично вторжение прошло захватываем столицу а флот тем временем отправляем пупупупум делать морское вторжение сейчас они начнут войска сюда оттягивать Австрия Австро-Венгрия требует от нас сокращение территории моеет НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ НЕСЕЙЧАСССССССССССССССССССССССССССССССССС też Я еще ни чё не захватил В случае согласия мы передадим цели войны И получим перемирие на 5 лет В случае отказа они начнут против нас Дипломатическую игру Которая может перерасти в войну Вот меня раздражает Что при этом не показывается Что конкретно мы потеряем Что мы за последние 5 лет получили А что уже прошло 5 лет И мы не отдадим в этом случае Потому что сокращение территории Да нет конечно мы не согласимся Но А что нам делать У нас либо Я не могу сейчас войска забрать из Англии К этой войне наверняка еще подключится Блин Пруссия и Османы Может и Америка Не на Америку мы уже погасили Америка не подключится Но Османы и Пруссы Скорее всего Причем я могу Выдержать войну с Пруссией И с Австрией И даже наверное Если Османы к ним присоединятся Я эту войну все равно вытяну Не выиграю Но Ничью с виду Но Одновременно еще имея войну с Англией Восемьдесят пять Девяносто семь Так Сейчас попробуем Субтитры сделал DimaTorzok Джингоизм Традиционализм Традиционализм Позитивист Ооо У нас уже позитивисты пошли Десятый год Да Это вот куда 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 ты так перемещаешься С такой скоростью Почему мои войска Не перемещаются С такой скоростью На паузе Находясь Сокращение территории И все равно мы не видим Какие земли мы потеряем За последние десять лет Мы здесь много завоевали И Нет Здесь уже прошло десять лет Приморье мы не завоевывали Кстати я не знаю Приморье отойдет В таком случае или нет Сахалин мы колонизировали Мы его не завоевывали То есть у нас по идее Все завоевания Находятся вот здесь В Центральной Азии Австро-Венгрия Какую нам можно Против вас назначить Цель войны Которую мы можем Легко захватить Сдаться Британии Нет Ну я надеюсь Что мне не придется Этого делать Нужна какая-нибудь Цель войны Против Австро-Венгрии Которую можно Легко захватить Что у них с флотом Флота у них по-прежнему нет Да Тогда можно захватить Что у них тут Австро-Венгерская Черногория Удержать мы ее Конечно не сможем Ну Они нас будут Оттуда выбивать Но Если мы ее захватим Высадимся там То Слетчик войны Пойдет в нашу сторону Ок Мне не нужно Выигрывать Против Англии Ну в смысле В том Что мне не нужна Территория В Лондоне На их островах А если я буду Контролировать Столицу Британской Индии И столицу Англии То по идее Они должны Быстро сдаться По идее Это у нас Что у нас Здесь Николай Наш новый Патриарх Николай Клементьевский Православные Умеренных Взглядов Мы можем Исключить Дворян Из правительства Уже Правда Сейчас нам Этого делать Нельзя Потому что Если мы Исключим Сейчас Из правительства То он Не тот же Начнут Революцию Мангинда Но Обещается С просьбой Получить Контроль Над своим Рынком Отказать Отказать Краков Краков Это не страшно Так Ну что тут С высадкой Пытка Захватить Контроль Так Совсем Забыл Совсем Забыл Мобилизовать Призывников Эмбарго Нам кто-то Объявил Если они При этом Не присоединились К войне То это Не страшно Колонизация Завершена Повысить Зарплаты Военным Да Спасибо Правительственные Ведомства Строятся Строятся На фронт Казармы Все Используется Максимальный Уровень Окей Низкая Организация Это ладно Сейчас восстановится Так Окей Столицу Ост-Индии Мы взяли Завоевание Области Османский Армуз Османский Бемпур Белуджистан Договорной Оман Что с высадкой Все еще Боремся За Господство В море Пруссия Даже Не присоединилась Это Очень Удивительно Авторитет И Недостаток Из-за Смены Правителя Ну Окей Это Нам Сейчас Не Влияет На Нашу Войну Они Нас Выбили Из Лондона Ну Выбили Выбили Уходим Оттуда Нафиг Неудачное Морское Втор А мы Уже Захватили Эту Территорию Блин Я думал Нифига Се Это Они Все Фронты Потопили Флоты Нет Это Просто Мы Уже Захватили Эту Территорию Так Великая Имперская Война Да Давай Топи Их И погнали Дальше У нас Австро-Венгрия Началась Мы Идем Идем Здесь Мои Армии Стоят На Защите Успешное Морское Вторжение Здесь Хорошо Хаманский Бемпур И Белуджистан Это Вот Эти Два Да Мы Здесь Захватим Чтобы Им Было Чтобы Им Чтобы Они Не могли Просто Сюда Вернуться И Отвоевать Свою Территорию Потом Устроим Вторжение Туда Вот Эти Уже Пошли В минус Аман Хорошо Так На этот Фронт Мы Пришли А Где Мой А Флот Здесь У меня Занят Точно Есть Контакт Теперь Ты Вторгаешься Сюда Чем У нас Там Занят Лот Стоп Англия Сдалась Англия Сдалась Андрей Война Была За Договорной Оман И Ну так Решил Накинуть Ост Инд Компанию И Они Сдались Е Бэйби Ух Хорошо Добавили сюда Немножко Зеленого Цвета Крымскую Войну Ну не Совсем Крымскую Ну да Хорошо И И Так Нет Нам все равно Нужно Это Морское Вторжение Организовать Потому что Эта Война С Аманом Продолжается Хорошо Так А ты Тогда Иди Подави Это Восстание Христианское Хозяйство Принято Так На сдачу За 3 рубля Да Да Я все думал Что бы еще Такого Добавить Думаю А почему бы и нет Вооруженные силы Убрать Мегафлот Строители Будешь мажоров Бить И на части Ихтробить И то И другое Куда теперь Уполз Ползунок Сейчас посмотрим Сейчас я решу Что нам С законами Дальше Следующее Принимать А чиновников Я же совсем забыл Мы же чиновников Хотим избавиться Надо только подождать Когда у дворян Немножко поднимется Одобрение Окей Ползунок Сместился Чуть-чуть Сместился Вправо А у нас теперь Больше престижа Стало Чем у англичан Мы вышли на первое место По престижу Хорошо Как я понимаю Я теперь не могу Забрать весь инвестиционный пул С нас в себе В настройках Да Это опцию В 1.7 Убрали Потому что Теперь переработана Система Строительство Системы Экономическое Полностью Переделано Поэтому Эту настройку Убрали Эту опцию Из настройок Убрали Так Нам осталось Дождаться Когда у нас Установятся Конвои И начать Получать деньги С Индии А мы еще Все еще Получаем Деньги От Франции Кстати Почти 6 тысяч Мы теперь Будем получать От Ост Индии А во что По итогу Целишься По классике В Советскую Республику И командной экономикой Что-то особенное Будет Честно Не знаю Мы Приехали К Теократии И Я подумываю Ее сохранить До конца игры И Командная экономика С Теократии Не вяжется Поэтому Посмотрим Посмотрим Еще не знаю Можно выдохнуть Можно чайку попить Надо только его налить Албанская массовая Иммиграция Так Стоп А что Время уже Шесть часов Это мы уже Три часа тут Или я Что-то путаю Да Шесть часов Ну ладно Так Где мой чай Теперь у нас задача Вторая Это С Австри Разобраться Так Флот А он пока Еще нам нужен Мы еще тут Не все Вторжения Организовали Или все Я Тогда идем Вторгаться Туда Ох Договорная Версия А там уже Вы 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 Атакуете Надо было К Австрии делать Больше Требований Надо было Все их Завоевать Армия Армия Флот Идет Здесь Мы наступаем Все Вроде Все Теперь Хорошо О Это Кто Так Бах 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 А у Индусов Какой Флаг Слушайте А прикольно Выглядит Вот этот Флаг Что там Написано Интересно На этом Синем Ободке Класс А кстати По поводу Москва Третий Рим Нам надо Еще Сюда Наведаться И Сюда Чтобы Все Объединить Между Собой В СКТК Нашли Золото Новая Африка Наш Миньон У него Война И он С ней Не справится Аннексия Аннексия Нам Придется Туда Отправлять Войска На помощь Пум 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 Американская Армия Вперед Здесь Есть Продвижение Здесь Мы Высадились Все Теперь Мы Контролируем Свою Цель Войны И У нас Должно Значительно Ускориться Прогресс В этой Войне Балтийская Северная Датские Проливы Че Она не Восстанавливается Или просто Медленно Медленно Но Восстанавливается Окей Так Здесь Мы Выиграли Ну и Сейчас Здесь Выиграем Австрия Он уже Готово Сдаться Завоевание Предложить Мир Золото Нашли В Бурятии Так Теперь Мы Демобилизуем Все Эти Армии Особенно Вот Эти Временные Крым Киты Оставайся Здесь Балтику Демобилизовать Разберемся С Кавказом Спасибо За Напоминание Подтвердить И Как же Хорошо Что Можно Вести Несколько Войн Одновременно Я Так Счастлив Японию Так Стоп Тут у нас Еще Не Япония Крым Азия Азия И в Азию Япония Демобилизуйся Америка Крым Крым Идет Сюда И Надо Проверить Нет Все Одна Область Осталась Ох Да там Не только Пятно А там Еще и События Происходят Которые Нам Штрафы На эту Область Навешивают Золотая Рихорадка В Бурятии Пусть Все знают Интересы Ниггер Конга Пора Начинать Колонизацию Пу-пу-пу Здесь Сбросить Пу-пу-пу-пу-пу Да Ух Российская мечта Все то что золото не блестит Нам надо чтобы конвои восстановились Потому что пока они не установятся У нас же экономика будет Упсовать Вюртемберг Дипломатическая игра А это наша Так и началась война в Америке Окей Это что такое Так 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 Пум-пум-пум-пум-пум-пум Защита Ты где находишься? Польша Ты в Днепре Крым Крым Цель Которые Которые мы выставили После Против англичан И Они сдались Но вовремя сдались Ты говорил Что ресурсы поперемещали Есть новая карта золота Типу в каких регионах Оно теперь появляется Но пока мы еще не все знаем Которые Есть Золото Потенциалы Еще не все потенциалы открыты Но выглядит пока что вот так В России В центральной части России появилось откуда-то золото Ну В Борнеу оно было и до этого Про Австралию честно говоря не помню На Аляске было А вот в Канаде по-моему не было В Мексике было В Дакоте Не помню Здесь было Но вот не уверен по поводу Патагонии В Патагонии по-моему не было В Бразилии В Минас Жерайс Минас Жерайс Блин Не помню В Гаяне было Ну как-то так Мандат новый Денег много Авторитета мало Да Сейчас это мы исправим Мандат Мандат Спасибо Это я даже не заметил Ой Мы теперь можем открыть четвертую Четвертую Мандат И у нас целых два мандата Мы можем сразу второй уровень открыть Бонус товара отборота от компании А мы Я хотел какую-то Которая дает компанию новую Объединение рынка Товарооборот Пошлиные Инфраструктура Передача конвоев Владельцу рынка Интересно Кто-нибудь помнит Какой я хотел компанию Планиальная администрация Стоимость национализации Право на зарубежные инвестиции На территории членов блока Более низкого ранга Прирост влияния От экономической зависимости Строительство я уже взял У нас уже А Строительство нужно поднять До третьего уровня Спасибо Ну и тогда давайте Пока мне там ничего особо не приглянулось Поэтому давайте лучше науку Наверное будем продвигать Штраф за опережение Минус 25% Окей Строительство и наука И компанию Соответственно нам нужно Открыть дополнительную компанию Для этого нам нужны почтовые сбережения Нет Вот Акционерная компания Которые уже распространяются к нам То есть мы скоро получим доступ к компании И сможем активировать вот эту вот Специальную компанию Отлично Война началась Индия хочет свой рынок Обойдется Эмбарго от Австро-Венгрии Я думаю что мы это переживем Разговоры в классе Киргизские ученики Начинают разговаривать на родном языке В российских школах Поступило предложение Наказывать за подобное поведение Таким образом Учителя смогут заставлять учеников Говорить на официальном языке Россия Их язык Часть их наследия Пусть школа научит их правильному языку Ну вот Мое мнение что ассимиляция не работает Ну Она работает но На нее просто можно обращать Не обращать внимания Слишком медленно То есть за 100 лет Мы даже один регион Не сможем ассимилировать Православные и мелкие буржуа Киргизская группа населения в России Киргизы 658 тысяч 42% радикализации у них уже есть Ну Не повезло вам Иностранный манифест Ляо Ли Автор чьей работы после недавнего перевода Пользуется огромной популярностью Среди участников движения Принятия закона Имущественный ценз Дошло до того Что Ляо Ли Открыто поддерживает это движение Имущественный ценз Ну окей Наша борьба всемирна И законодательное дело Представителей лобби Антиосманская ассоциация Все чаще можно встретить В обществе законотворцев В ресторанах И увеселительных заведениях Что вызывает опасения В лоббировании Мы не потерпим подобного Подтворствования Имеющиеся у нас факты Не требуют вмешательства Плюс пять к легитимности Минус десять процентов Политической силы Интеллигентов Берем бонус к легитимности Ученики как реалистично Депортация и геноцид Да А может портов больше построить Чтобы конвои вверх Конвои вверх Быстрее шли Да я не против Но нам и университеты Нужны И правительственные ведомства Тоже нужны Ростов Ростов Да Удалить 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 Пока оставим Дорожная служба Медицинская сортировка Окей Мы можем продолжить Нашу работу Над которой мы Работали Тавтология Прям Отличная Что нам нужно Что нам нужно Кавказская война Успешно завершена Кавказская война Мы ее сейчас завершим Граница с Китаем Амур Это здесь Это не относится К большой игре Демаркация с Китаем Тоже не относится Консолидация Среднеазиатских владений Относится Мы давно утратили Полноценный контроль Над разрозненными Ханствами Эмиратами Средней Азии Чтобы обеспечить Доступ к Индии Необходимо добиться Покорности Среднеазиатских держав Либо завоевать их Либо сделав Нашими субъектами Я так понимаю Что это именно Про Среднюю Азию Среднюю Азию Мы всю контролируем Кроме Нет, мы ее вообще Всю контролируем А, нет Кроме вот этой Туркмении Которую мы еще Не колонизировали Но это идет в процессе Окей Средняя Азия Кавказ Для Кавказа Нам нужна война С османами Персия Микран Кандагар Сикская империя Чиграу Кабул Окей Давайте начнем С Микрана Чтобы наши земли Объединить Завоевание Великобритания Может вмешаться Ну, окей Если они захотят Вмешаться Я ничего против Уметь не буду Пу-пу-пум Вперед Так Нам от них нужно Что? Все Или не все? Нет Нам, кстати По событию Нужно не все Но Мы хотим Покрасить все Ок Строительные сооружения Можно Сейчас Сейчас посмотрим 210 Так Американская война Закончилась Ок Из Альбиона ВБ Можно выделить Что-то Большое Типа Англия Шотландия Уэльс И так далее Честно говоря Не знаю Не пробовал Как у нас Будет возможность Проверить Я посмотрю Так Или перешли на нашу Глава имамата Прислушался Прислушался к мольбам Что ж У меня такое Глава имамата Прислушался к мольбам Жен и детей Своих последних Уцелевших сторонников И сдался Российским войскам Наконец-то В Чечне Наступит мир Минус Ассимиляции Минус К обращению Минус К радикализации Плюс К Лояльности Минус Модификатор Жизни Черкесс И кавказцев Пока они Почитают Шамиля Мира не будет Плюс Северокавказская Группа Населения Самые Более радикальными Модификатор Уровня жизни Ну давайте Первую Наверное Опцию Мне просто кажется Это поможет Быстрее Сделать Из ВБ Обрубок Если решить Их части Основных Территорий Ну Может быть Надо кстати Посмотреть Сергей Да я знаю Что ты все время Топишь За Самый жесткий Вариант Я уже понял Я так Я почему-то В этом вообще Ни разу Не сомневаюсь Здесь мы Построили Порты Александровск Пруссии Гражданская Война Это интересно Давай-давай Таймер Подходи Я хочу Посмотреть Что нам Там кто-нибудь Предложит Протектор Протектор Отлично Отлично Ну Принимайте Мое Мега Щедрое Предложение Такого Такого Я второй Раз Не делаю Законы Принимать Да Бавар Бавар Коди Коди Бонус 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 Америки Мексики Виктория Три Такая же Шляпа Нет Нет Там есть Бонус Прописанный Для Америки Но У меня был сезон За Японию И мы там Очень хорошо Получали Этот самый Миграцию Очень хорошо И в Россию У нас Периодически Приходят Миграции Я просто В этот раз На этом Не сосредоточен Но в целом Можно получать Миграцию Даже Отхватывать Ее И забирать Ее У Америки Вот если посмотреть Миграционная Привлекательность У нас даже Сейчас Достаточно Высокая В сравнении С Некоторыми Другими Территориями А если Посмотреть Привлекательность Для массовой Миграции Ну вот Канада Сейчас Очень Да Привлекательна И Южная Америка Но и У нашей Территории В целом Неплохо Посмотрим Миграционную Привлекательность Ну вот Бурятия 83 53 Склав Пенсильвания А у нас Конвоев Потому что Не хватает Привлекательность Для массовой Миграции Ну вот В этом Параметре Мы пока Что Низко Находимся Но его Можно Поднимать У нас Просто Низкий Уровень Жизни Пока Еще Но так Можно Можно Отхватить Миграцию Перехватить Поток В Охотск Не знаю Но Можно Кстати В Охотск На самом деле Будет Даже Проще Потому что Там есть Золото Или Теперь Нету В Охотске Золото Либо Мы его Еще Не нашли Либо Его Просто Распределили В другие Регионы Кстати Я забыл Строить Золотые Рудники Но В регионах Где есть Золото Там Проще Всего Миграцию Устроить Так Внутренние Так Кто там Еще Шведы Подключились Окей Ну Вот Сейчас Пока Что Нету У нас Золота В Охотске Потому что Теперь Разбили Регион И Золото Пока В других Местах Но Может быть В Охотске Оно Всплывет Попозже Так Здесь у нас Проблем Не будет Балтика Меджет А че Нам Бюджет Нужен Спасибо Да А то Я Отвлекаюсь И Все Время Все Забываю Сообщение Немножко Задерживается По сравнению С тем С тем Что Я Играю Да То есть Есть Задержка В трансляции Поэтому Да Пока Писал Уже Другое Значение Темене Золото Появилось Раньше Такого Не было Да Много Где Появилось Вообще На старте В Астрахаевары В Архангельске Золото Потом В Курске Золото Нет Или В Курске В Курске Да По-моему Золото Да Так что Непонятно Что происходит С золотом Почему Здесь пишут Что Один Батальон А я Здесь Не вижу Ни одного Опять Чудеса Чудесатые Пу-пу-пу-пу-пу Поправляемся На второй Фронт Все Вы здесь Закончили Не-не-не-не Вы отсюда Не уходите Стоп 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 Мы сейчас Здесь Продолжим Ребята Кстати Я же могу Новую Войну Начать Да Читрау Завоевание К ним Может присоединиться Великобритания Нет Давайте Подождем Сикская Империя Ну я У сиков Не могу Ничего Затребовать Анационерная Компания Открыта Отлично Мы можем Колонизировать Дельту Нигер Хорошо У нас Нету Интереса Здесь Гималаях Так Раз мы Не можем Колонизировать Конго Тогда Открываем Гималай Как так быстро Казахстан Забрал Просто Понижал Автономию Нет Там Произошло Восстание Они Объединились Как Казахстан Или Как Казахстан Казахское Ханство Или что То Такое И Мы Их Захватили Мы Их Победили Я Думал Что Они Станут Субъектом Протекторатом Но Они Какое-то Событие Произошло И они Сразу Аннексировались В контексте Задержки Не думал На твитч Параллельно Стримить Там Задержка 1-2 секунды Вроде А на ютюбе 12 Если не путаю Может даже Больше Да Вчера Не получилось Но Ночью Я Ну не ночью Вечером Вчера Я разобрался Почему так Вчера Не сразу Не случилось Но Сегодня Уже Все работают Все три Трансляции И на Твитч И на Ютюб И на ВК На твиче Тоже Вон люди Комментируют Спасибо Ну Вроде Когда Там Задержка Должна Быть Меньше Но Там Качество Видео Должно Быть Пониже Потому Что Твитч Принимает Только 1080p 1440 Он Не Принимает И Поэтому Там Качество Картинки Будет Панжиш То же Самое На ВК Кстати Так Да Давайте Мы дождемся До войны С Пруссией А потом Уже Будем Британцев Провоцировать А то Пока Наши войска Здесь Будут Заняты Эти Хитрые Могут Что-нибудь Еще Устроить Компания Компания Где Это Новая Супер Компания Строительный Конгломерат 20% Товарооборотов Строительного Сектора Сталь Инструменты Стекло Учредить Прогресс Большой игры Не заполняется Хотя Уже Индию Забрал Вот Я про то же И говорю Что Мне Не нравится То Как они Вот здесь Сделали Этот счетчик О Мы Теперь И по ВВП Обошли Кстати Англию И он Заполняется По 0 1 Да Ну то есть Изначально Он снижался По минус 0 1 Потому что У Англии Было больше ВВП И больше Престижа Ну просто За 20 лет Да Там он снизился Вот Сколько там Дошел До 80 Что ли Сейчас мы С событиями За счет Персии Сейчас Когда мы Получили Последние Эти территории То Получили 10 или 15 Единиц От Персии Ну Зачистим Здесь все Ничего Ну Может цифрами Оно и пишет Что ниже На твиче Картинка Более четкая Чем на ютьюбе Прям сильно Лучше картинка Если честно Ну Вообще Странно Значит Сегодня Буду Вечером Опять Ковырять Настройки Трансляции На ютьюб Возможно Я что-то Там Вчера Еще Нитон Выставил Посмотрим Так Торговые Пути С Пруссией Протекторат Есть Армии Есть Окей Так А если Кабул Водот Водот Врубный Котел Хорошо Англия Может Вмешаться Но Шанс Намного Ниже Чиновниче Чиновниче Не будем Вторую Опцию Так Я надеюсь У вас Одна Область Да Окей Может Займемся Приватизацией Так Я ее Постоянно Активирую Пробегаюсь Периодически И Активирую В принципе Да Мы сейчас Завоевали Достаточно Много Всего То есть Может Быть Что-то Тут Появилось Новое Пароатмосферные Насосы У нас Появились Да Пекарный Порошок Мясные Консервы Швейные Машинки Да Мебельные Фабрики Да Нет 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 Все Будто Было В Великобритании Не предусмотрено Провалил В случае Которых Прогресс Не срезается В сторону Вот Да То есть Очень Однобокая Такая Получается Это Великая Игра С другой Возможно Стороны Возможно Что Если бы Я не Завоевывал А Делал Протекторат И пытался По событиям Что-то Идти Может быть Там что-то По-другому Было Но Някое А почему Ты области Не включаешь А зачем Тратить на это Сейчас бюрократию Мне Не с руки Я лучше Ее потрачу На образование Поэтому Мне нет смысла Сейчас включать Области Плюс Мы приняли Колониальную Эксплуатацию И все Не включенные Области Имеют Бонус К товару Обороту Плантаций Рудников Лесозаготовок И каучука И это Относится Не только К Африке Это относится Ко всем Не включенным Областям То есть Все наши Шахты На расположенные Пу-пум Вот на Все наши Шахты И лесозаготовки На территории Которые Сейчас Горят Зелененьким Они Все Персия Поддержала Кабул Они все Имеют Бонус 20% К товару Обороту Штахт Лесов Лесозаготовок И Что-то там еще Да Забыл уже Пока говорил Персия Поддержала Кабул А я могу А нет А снизить Автономию Я им уже Не могу Но могу Повесить Военные Репарации Телепортация Окей Так 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 Производство Не стоит Отдавать На Проватизацию Пока Не знаю Ну Это я Пока Делаю Чисто Да Как Вот Я Ощущаю По моим Личным Убеждениям Я считаю Что Нельзя В частные Руки Отдавать Производство Оружия Боеприпасов И Золотые Рудники Но это Мое Личное Мнение Это Не 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 имеет Никого Отношения К игре В рамках Игровых Механик Я пока Не могу Ответить На этот Вопрос Не знаю Я конечно Не эксперт Но от многих Стримеров Слышал Что Ютьюб Хоть и пишет Что Передает 2 4к Но На деле Нет И Настройками Это Вроде Не Лечится Сложно Сказать Мне кажется Что на Ютьюбе Картинка Должна Быть Лучше Дело Не только В разрешении Дело Еще И В Битрейте При Котором Оно Идет Трансляция И Ютьюб Принимает Битрейт На Ютьюбе В 2 Раза Выше Даже Больше Чем В 2 Раза Выше Чем На Ютьюбе Так Что Картинка Там Должна Быть Лучше Ну Опять Спорить Да Не Берусь Потому Что Надо Проверять Посмотрим Так Больше К ним Никто Не Присоединился Окей Война В Пруссии Идет Своим Чередом Там Никаких Сюрпризов Не Возникло Здесь Тоже Сюрпризов Нет Вопреки Всему Несмотря На То Что Российский Закон Ограничивает Представителей Протестантизмов В Правах Некоторые Зажиточные Ее Адепты Переезжают В районы И посещают Заведения Куда Прежде Им Ходу Не Было Возможно Потребуются Новые Законы Чтобы Сохранить Мил Плюс 50% Радикализации От Дискриминации Плюс 2% Протестантов Станут Более Радикальными Они Добились Успеха Честным Путем А значит Имеют Право На Его Плоды Минус 2 К одобрению Православных Плюс 2% Протестантов Станут Лояльными Минус 15% Привлекательности Православных Количество Авторитета Мы Не Потеряем Этот Бонус Так что Это У нас Кто Мекленбург Мекленбург Субъектом Они Становиться Не Хотят Удивительно Что У нас Всего 200 Единиц Дурной Славы Рассмотрение Ок Я С другой стороны Мы В основном Воевали За Азиатский Регион Где Не Так Много Дурной Славы Дают Хотя Индию Мы Забрали Но Все Равно Есть Перекосы В этом Плане В этих Играх Конечно Что Завоевание Кусочка Вот Здесь Микроскопического Будет Стоить Там 100 Единиц А Здесь Блин Берешь Огромную Территорию Получаешь 5 Единиц И Как Б Так Бавария Вышла Из Войны Здесь Продвигаемся Хоть На этих Фронтах Куда Ты Пошел Что Это За Фигня Очередная Ты Вообще Не На Фронте Что Не На Фронте А Игнито Вкладка Открыта Е Мое Я Думаю Че Какое Это Давайте Продвигайтесь Быстрое Наступление Быстрое Наступление Окей Что Тогда Дают Включенные Области Зачем Их Включать Ну Опять Таки Включенные Области Дают Вернее Не Включенные Области Есть Подсказка Нес Население Включенных Областей Платит Налоги Получает Доступ К благам Институтов И полноценно Участвует В политической Жизни Страны Не Включенные Области Имеют Штрафы Минус 10% Влияние Доступности Рынка На цену Это Очень Плохо Но Надо Соотносить Где мы Хотим Этот бонус Иметь Где нет Минус 50% Общей Политической Сили Населения Минус 33% Минимальному Ожидаемому Уровню Жизни Минус 25% В инфраструктуре Минус 50% Количество Призываемых Батальонов Минус 10% Товарооборот Предприятий Обрабатывающей Промышленности Минус 10% Товарооборот Государственных Структур Минус 10% Товарооборот Военных Сооружений То есть Штрафы Достаточно Существенные Поэтому Те области Где мы Планируем Активно Вести Строительство Именно Промышленности Перерабатывающей Промышленности А не Добывающей Надо Включать Там Где мы В основном Строим Добывающие И Не обязательно Включать Их можно Эксплуатировать Как невключенную Область И при этом Спокойно Абсолютно Существовать Особенно С Вопрос Русская Война Закончилась Особенно С Колониальной Эксплуатацией Которая Дает Дополнительные Бонусы Но она Также Имеет И штрафы Снижение Напряжения Но это Относится Именно К колониям Минус 10% К начальным Зарплатам В невключенных Областях То есть Люди Будут Меньше Зарабатывать Будут Иметь Уровень Жизни Ниже Минус 10% От Натурального Хозяйства В невключенных Областях То есть Люди Которые Живут На Натуральном Хозяйстве Будут Опять Таки Уровень Жизни Будет Ниже Товарооборот Обрабатывающей Промышленности Минус 10% В невключенных Областях То есть Вот Это Еще Один Дополнительный Штраф Поэтому Ну Нужно Балансировать Россия Большая Очень Территория И Включать Все Области Ну Можно Но Тогда Нужно Очень Много Бюрократии Я Раньше Так Делал Все Включал А потом Понял Что Ну Особого Смысла Нет Я Вот Здесь Вот В этих Сибирских Регионах Промышленности Практически Не Строю Поэтому Я Перестал Включать А Сейчас Центральная Россия Включена Я Ну Нью-Джерси Можно Было И Не Включать А Пенсильвания Я Включил Потому Что Там Есть Компания Которую Я Потом Буду Использовать Потому Что Компании Которые Привязаны К Какому-то Какой-то Области Они Требуют Чтобы Эта Область Была Включена Так Что Нужно Учитывать Так Где Там Наш Новый Миньон Протекторат Очень Хорошо Но У них Скорее всего Будет Высокий Уровень Желания Свободы 92 Давайте Начнем С улучшения Отношений Навязать Военный Проход Мы Вынуждаем Пруссию Присоединиться К нашим Текущим Воинам Увеличивать Желание Свободы В Пруссии На 20 Единиц Желание Свободы В неделю Минус 0.1 Минус 0.1 В году У нас 52 Недели Минус 5 В год Если Нам Нужно Снизить Скажем Там 30 Единиц Это 6 лет 6 лет Иметь Минус 10 К Легитимности Такое Себе Бюрократическая Неразбериха Нам не нужны Еще Радикалы Хотя Там Минус 5% Бюрократии Нет Бюрократия Нам Сейчас Ценнее Сейчас Сюда Придут Наши Основные Армии И наведут Порядок Придут Сюда Они Куда-то Мимо Пройдут Ты Куда Идешь Ты Идешь Сюда Хорошо Ты Абстрия Абстрия Да Против Модена Да Это Модена Война Поддерж Королевства Обеих Сицилий А за Что Война Протекторат Завоевание Венеции Если 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 мы Сейчас Выделим Пу-пу-пу-пум Венгрию Нам нужно Здесь будет Быстро Закончить Тогда Мы сможем Поучаствовать Тут Заслабить Тем самым Австро Венгрию Четыре Да А у Королевства Обеих Сицилий А Нет Тогда Не буду Если бы У них Была Хоть Армия Которая Они Могли Помогать А так Нет О Мы Восстановили Конвои Хорошо Что-то Я Еще Хотел Сделать А Проверить Англию Точно Дипломатические Требования Выделения Страны Нужно Выбрать Создаваемую Страну В России Есть Перемирие Пока У нас Перемирие Не могу Проверить Новая Серия Рим Ворлда Да Они Там Выходят По графику Я Все Записал Давай Удача Так 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 Ну Инвестиции В образование Хорошо Все Персия Закончила Восстание По Франции Очередная Революция Французский Мятеж Они Обе Великие К сожалению Сейчас Посмотрим Что они Нам Предложат Так Мы Продолжим Здесь Дагар Ты Как Насчет Снизить Автономию Никак Ну И Че Мне С ним Делать Отпускать Его И Я Его Отпустить Вообще Могу А Вот Дать Независимость Но Это Нам Даст Еще И Перемирие Да Скучать Дустороннее Перемирие На 60 Месяцев Средняя Азия Мы Еще Колонизируем Кавказ Мы Закончили Персия Кандагар Чегрил И Сикхская Империя Стримы С аудиторией Пактория Меня Не очень Впечатлила Ну Как-то Она Мне Не Зашла Поэтому Пактория Точно Нет Совместные Игры Можно Попробовать Как-нибудь Надо Еще Игру Придумать Какую Выбрать А так Теоретически Можно Да Идеи Принимаю Так что Если что Присылайте Подумаем Что можно Устроить Куба И Доминиканское Восстание Это Неинтересно Это Неинтересно Неинтересно Франция Интересно Испания Поддержала Францию Можно Обновить Финансирование Бельгия Если бы я мог Свои цели Добавлять Тогда Сейчас А так Нет Тогда Мы займемся Своими Делами Схикская Нет Читрал Завоевание Сикхи Бирма Кандагар О Англичане Пропали У них Здесь Нету Интересно Так Завоевание Завоевание Все Окей Пупупум Азия 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 Мобилизовать Отправить Ты Телепортируешься Все Ок Северогерманская Массовая Миграция В Пенсильванию Окей У нас Дефицит бумаги Так А где у нас теперь Эксклавы На Хоккайдо Порт Приморье Порт И Сахалин Порт Где мы Где мы Где мы Где мы Что там Делаем Александровск Отменить Дорожное Строительство Самара Да что Такое Самара Включить Технологии Геонитроглицерин Маммиачные Заводы Не забываем Приватизацию Золото Нет Остальное Да Ок Законотворческой Неудачей Мы должны Поддержать Полную Переработку Закона Фиговенько Фиговенько Война Началась Ок Храбрый инженер Железнодорожная Катастрофа В области Харьков Лишь чудом Не стало Причиной Массовой Гибели Людей А благодарить За это Нужно Сообразительного Инженера Поезда Который Погиб В этой Катастрофе Погибших Немного Но на Расчистку Последствий Потребуется Время Слава богу Что наши Инженеры Такие Сообразительные Минус Пять К инфраструктуре Либо Погибшие Железнодорожники Заслуживают Больше Чем Просто Песня Минус Пять К инфраструктуре Плюс Один К одобрению Профсоюзов И Политическая Сила Еще Окей Вторая Опция Меня Вполне Устраивает О Блин Опять Забыл Что можно Сразу Начинать Вторую Войну Войну Так Это Непривычно Прям Попуком Завоевать 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 Так 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 Докноторческие Неудачи Мм Назначить Губернатора И Ладно Попуком Так Кто-то Присоединился Нет Нет Генералы Пропали Традиционалист Традиционализм И Джингоизм Джингоизм Пожалуйста Еще Один Джингоизм Окей Вертуляция И Это Хорошо Интерес Ванды Конго В Сиам Подержал Ост Чего Подержал За Восстание Тут Такое Ост Инский Мятеж Аристократов Поддерживается Сиамом И Египтом А Почему Я С удовольствием Поставил Военную Цель Против Египта Я Могу Успеть Интересно Против Них Начать Свою Войну Интересный Вариант Так Атакующая Крымская Армия Идет сюда Да Могу Где там Синай У нас Интересно Еще не Активировался Теперь Активировался Завоевание Багамдыр И Харрер И Османская Империя От Османов Нам кстати Тоже Кусок земли Нужен Да Е-мое Что у вас С армией И регулярная И пехота Застрельщиков Так А у Османов 111 Застрельщиков Насколько я понимаю Линейная И регулярная Египет Отклоняет Их поддерживает Пока что Только Хиджас Мы Запросили Синай Давайте Еще Добавим Нижний Египет Средний Египет Хиджас Говорите Там Присоединился Хиджас Хиджас Киемен Военные Репарации Блин Маневры Заканчиваются На карст На карст По идее Должно Хватить Надеюсь Изучить Суэцкий Перешейк Но сначала Надо Бюрократ Бюрократия На что Восстановить В очереди Она уже Строится Отлично Отлично Египет Объявил Нам эмбарго Мы это Как-нибудь Переживем Переживем Спасибо большое Так О Они Отступились В нашей Войне Но в этой Войне Они все равно Будут Участвовать Ну окей Где ж Начался Полевые Укрепления Плюс 10% К защите Армии Это Отлично Так Мы следуем Власть Кошелька Потом Нам нужно Будет Железобетон Динамит Так 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 Провал Дебатов Хреновенько Так Я надеюсь Египет Там Не затребовал Синай Обратно В этой Войне Нет Окей Хорошо Так 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 Пуштуны Отделились Это вообще Кто Пуштуны Афган Афган А Вот здесь Окей Не хватает Боеприпасов Они уже строятся Окей Потому что Боеприпасы Я ставил На авторасширения Так что Все в порядке Бельгия Объявляет Эмбарго Ну Ладно Мустафа Решит Паша Из Османской Империи Пушать Отношения Я хочу Пытаться Хоть кого-то Уговорить На снижение Желания Свободы Удовольство Да Не вижу я Особых Способов Этот прогресс Поиметь Провал Дебатов О законе Не прошли Назначаемые Чиновники Фиговенько Законотворческие Неудачи Так Расовая Сегрегация Все еще Лучший вариант Имущественный Центр нас Тоже не особо Интересует Крестьянское Хозяйство Лучший вариант Фациональная Армия Здесь тоже Лучший вариант Здесь тоже Нам менять Особо Нечего На данный Момент Ок Где Наши армии Ну вы Две армии Сосредоточились Там Здесь никого Нету Если там Даже боевые Действия Еще не начались Логика Блин Железная Прибыл Агитатор За имущественный Ценс Карьерный рост Сторонники дворян Утверждают Что бригадный Генерал Федор Бутурлин За долгие Годы Безупречной Службы Заслышал Повышение В звании Джингоизм Ну окей Неожиданно Хорошая статья В поддержку Турции Давайте лучше Лоялистов Возьмем Бегство Домбровского Капитан Ярослав Домбровский Радикал Вооруженные Силы Бывший Артиллерийский Офицер Арестованный За подстрекательство Бежал Из заточения В Сибири Его Тюремщики Полагают Что он Стремится На юг Найти его Пока Измена Не распространилась Вернется В более Суровую Тюрьму Пусть Российские Просторы Станут Его могилой В изгнании Отношения Между Краковым И Россией Теперь он Проблема Польши Найти его Пока Не распространилось Опасное Оборудование В мебельных Фабриках Гродно Участились Случаи Производственных Травм Виной тому Повальная Механизация При отсутствии Должной Техники Безопасности Замедлите Производство Пока Персонал Привыкает К новой Аппаратуре Минус 10% Товарооборот Предприятия Обрабатывающей Промышленности Минус Два К одобрению Заинтересованной Группы Либо К тому Чтобы Останавливать Шестерни Прогресса Минус Два К одобрению Профсоюзов И повышенная Смертность Гродно Получит Модификатор Промышленники Переживут Поступает Поступает На службу Страшно Город Изобилие Пенсильвании Этим Вечеринкам Нет Конца Стоп Где Наши Армии Ну Они Не пойму Что вы тут делаете Почему вы не на фронте Что-нибудь Весни мне Что они тут делали Крабсоюзное движение Открыто Окей Я не пойму Ты идешь сюда Теперь ты идешь туда Хрень какая-то Яков Наш новый патриарх Яков Никольский Православный Традиционализм Ну так себе Хотя бы Не дворяне Так 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 Это Бастарское восстание В Ост Индии Это вот здесь А зачем мы здесь Если мы здесь Даже не участвуем Еще в этом конфликте Почему у меня фронт Здесь есть Если я не участвую В этом конфликте Сам бас Ничего интересного Пу-пу-пу-пум Стоп Мы у сикхов Не все забрали Меня это раздражает И не забрали мы Как раз то Что нам нужно было На что влияет Идеология правителей Она дает Дополнительный бонус К вероятности Принять закон То есть Как такая Дополнительная группа Как будто Идеологическая Так Если убрать Вас Добавить промышленников 44 А интеллигентов 46 Я могу принять Культурное Отчуждение Уже Государственная религия Точно Я не могу Отменить Государственную религию Пока действует Теократия Ограниченный Детский труд Давайте хотя бы Примем Так Что нам Тогда здесь Делать Что нам Делать Нам еще С османами Нужна война Да Нам нужно Карс еще Забрать У нас остался Карс И вот этот Кусочек Сигхов А и Туркмения Еще колонизируется Окей Нет Персия А это Относится Кавказу Окей Карс Относится Кавказу Испания Неджд Оман И Триполитания Привилегии Короны На плюс 20 Шансы принятия Закона Ну да Типа того Завоевание Области Есть шанс Что они Нам ее Просто Сдадут Вау Десять Десятипроцентный Шанс Выстрелил Ок Ну Ладно Давайте На сегодня Все Четыре часа Пролетели Быстро Весело Интересно Много Мы что успели Сделать Я думаю Что в следующий раз Мы уже Закончим Объединение С Центральной Азией Закончим Большой Игрой И тогда Начнем Свои Большие Игры Больших Дядек Дядек Так Правительственные Сектора И Единственное Что Давайте Пока я Сразу Добавлю В очередь Пока Не забыл Строительство Дополнительной Военной Мощи В Пенджабе Какое Хорошее Население Очень Хорошо Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Вот Ну На этом На сегодня Все Следующий Стрим Сегодня У нас Что Я не помню Какой Семь день Недель Среда Ну Тогда Следующий Стрим Завтра Скорее Всего В то же Время Три Часа Будет Серия С началом Как в Сильном Старте Фактически Это оно И есть Просто Некоторые Механики Изменили И теперь Нельзя Привести Александра Сделать Лидером Группировки Дворян И Соответственно Ну Чуть Сложнее Отменить Крепостное Право Можем Ну Я в результате Во время Отречения Николая Просто Перешел В Теократию А так В принципе Стартовали мы Именно по той же схеме Именно поэтому У нас Есть территория В Америке И Америка Не представляет Никакой Для нас Угрозы А потом Я просто Сосредоточился На большой игре Потому что Это именно То событие Тот старт Который мы Выбрали Именно с большой Игрой Поэтому Больше Внимания Уделяю Этому региону Пока что А потом Будем Объединять Европу Будем Объединять Америку 1865 Год Я думаю Что С учетом того Что можно Можно вести Несколько Войн Параллельно Мы постараемся Покрасить Как минимум Всю Евразию И Всю Америку С Африкой Чуть сложнее Потому что Колонизация Процесс Не быстрый И я что-то Смотрю И Тоже Как бы Не очень Торопится Колонизировать Обычно Раньше Нам Гереро Уже имели бы Колонии Поэтому Пока что Вот как-то Незаметно Но Может быть Попробуем Покрасить Весь мир Может быть Пока не знаю Ладно Все Раз Россию Не брала себя Американская компания Там же Топ компания За электронику Нефть Но у нас Нету пока Ни электроники Ни нефти Поэтому Какой смысл В этих компаниях Для нас Когда будут Спрос Да Мы будем Включать И в том числе И поменяем Потом Новую русскую Компанию На Какую-то Другую Американскую Все Окей Всем пока Если что Комментарии Пишите В Видео Я буду Отвечать Тут